Маэстро, вы в Швеции еще больше диссидент, чем были в Советском Союзе. Мир против гения. Бог, я бы в тебя верил, если бы я не видел, какой ужас твоим именем творится. Крестится, а потом режет, рубит, дает приказ разбомбить. Превыше всего должны быть гуманитарные предметы. Это спасет нас. Я хочу, чтобы была другая школа, ведь школа виновата во многом. Поэтому пенсионеров 100 долларов пенсия на один заход в магазин в России. И не бунтуете, ничего вы не против. Можно каждый день расходовать миллиард долларов на бомбы. Беда планетарная. Вы сегодня улетаете? Нет, завтра. Это был единственный день, который мы планировали поехать в некоторые места. Там, где античная. А, это Гарни. Гарни, то есть. Гарни Гевард. Да, античный храм. Мы в этом были. Я год назад проводил Академию Нижнего Народа. Я провожу такие академии в разных странах мира. Вызваны. И вот была Академия в Ереване год назад. И люди уехали абсолютно влюбленными в Ереван, в Армению. Они были потрясены всем этим. Ну, это здорово. Потому что очень много подлинного в этих храмах. Очень много подлинного. Ну, секрет прост, на самом деле. Почему в армянских храмах нет позолоты, икон и вот этого всего. Потому что враги всегда были очень близко на протяжении всех наших. А я-то думал, что как раз ответ на этот вопрос кроется в протестантских идеях. То есть, задолго до протестантизма армяне поняли, что нечего Бога славить в золоте и серебре. Что должна быть музыка и слово. Самое древнее христианство, оно ближе всего, наверное, к тому исконному. Я об этом писал, как раз. Да, да, да. А потом уже лютеране, все остальные к этому вернулись. Я потом сказал, что политики испортили религию совершенно, приспособили ее к своим нуждам. А когда она была начальная, именно апостольская, вот в чистом виде, да, она была очень прогрессивная и гуманная. В чем-то. Изначально, да, конечно. Вот первое время, небольшое, потом начали костры, начались... Инквизиции. Инквизиции. Да, 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 пошло, пошло. У меня были такие стихи, еретические, вот такое стихотворение. Костер оставил только кости, был еретик, утих. И наблюдатели свой вывод, уходя, по нервам распластали, скорее в таверну, кто инквизитор, кто мастеровой, и то, и то работа. Да только вот забота не встретиться и не забыть старинную тираду. Тот еретик-чудак не истину ли искал, неверно, не в огне, скорее в таверну, истина в вине. Сколько вам лет было, когда вы написали? Шестнадцать. Я был ярым атеистом, но, конечно, повзрастев и состарившись, я понял, что я все равно не атеист. Но моя вера не имеет ничего общего со всеми религиями, со всеми попами, со всеми книжками, глупыми, дурацкими, потому что мы можем анализировать все книги. А почему-то эти книги нельзя анализировать. Потому что если бы мы их анализировали, Новый Завет, например, то мы бы должны были задать массу вопросов авторам. Скажем, почему Юда предатель, если отец его отдал на землю для этого? Я никак не могу понять, Юда предатель. Когда они целуются с Христом, да, это знак высшего в иудаизме, когда два мужчины, это не признак гомосексуализма, это признак высочайшей любви в губы, да, когда Христос говорит, для чего ты пришел, брат? То есть ты же сделал то, о чем мы говорили. Трактуют не так, Христос заботится, волнуется, чтобы тут... То есть, ну, глупость какая-то, сплошные тексты, да, и даже гениальные художники купились на это, Джотто, поцелуй Юды, да, потому что потом вдруг Христос неожиданно говорит, что семя Юдина будет до всех поколений, все будут отвечать. Как отвечать? Твой папа тебя сюда направил. Пастерна говорит, ну, продуман распорядок действий. Папа тебя отправил для осуществления миссии жертвы. Агнец, ягненок, жертвенный ягненок, начало новой религии. Нет, Юда предатель. И все, хочешь, то хочешь, делай. Ну, а без Юды, на самом деле, ничего бы не получилось. Да, конечно, нет, он собирался на Тибет уходить. Ему не нравилось там в Иерусалиме. Там много врагов, эти первосвященники дурацкие, которые изо всех сил пытаются присобачиться и к власти, и к народу, как всегда. Михаил Семенович, вы культуролог. Вы человек, который говорит о культуре, человек, который думает о культуре. И человек, который буквально несколько минут назад, когда мы записывали сториз для Инстаграм, сказали, что культура – это то, что нас отличает от всех остальных живых существ. Но я бы хотел начать наш разговор с потрясающей историей. Хотела спросить, во-первых, вы правда видели сто тысяч дельфинов в море? Сто тысяч, может быть, это гипербола. Но то, что их было десятки тысяч, и может быть даже и сто, в крайнем случае это было десять тысяч, но когда они вот сливаются с волнами, и когда это зрелище невероятно достойное богов, некоторые дельфины ныряют, делают круг и опять поднимаются, как зрители. Поэтому сто тысяч – это, конечно, гипербола. Так же, как мама говорит ребенку, я тебе сто раз говорил, или тысячу раз говорил, и разобьешь чашку. Вот, разбил. Мама говорит, ты мне только два раза говорил, ребенок не совсем понимает, чего это мама тысячу раз. То же самое здесь. Но есть ли культура у дельфинов? Уверен в том, что есть. Ведь я, когда играл вот эту импровизацию свою, я ведь пользовался древнейшими мотивами. Там и монодийные, там и элементы грегорианского хорала, и древнего иудейского напева, и там много всего, и барочная соната. Я искал, что дельфинам будет ближе, потому что у них древняя цивилизация, и они были свидетелями их предки, свидетелями этих молитв на берегах Нила и всего этого прочего. И я решил нащупать что-то, то, что они услышат. Поэтому я так вот это и играл. И я понял, что они воспринимают. Они не просто воспринимают. Ведь, я не знаю, знаете ли вы эту историю с дронами сначала. Да, да, да. Вот, потому что они восприняли дроны тогда еще, как объявление войны. Мы приехали с миссии мира, Гротовские, все создали посольство дельфинов, пригласили сто, как они считали, лучших людей планеты. И если считать, что мы послы мира, то вот эта вот идея с дронами, она была совершенно неправильная. Потому что хотели снять встречу людей с дельфинами сверху. А там они восприняли это как войну. И вот это было чудо. Когда было много дельфинов, которых вызвали на их язык океа, испанские пловцы, и сами супруги Гротовские ныряли. И вдруг раз, и нет, и как будто бы никогда не было. Все разлетелись с огромной скоростью. Все. И тут тогда они пошли опять просить дельфинов, сказать, что это была ошибка, мы больше не будем, и вообще мы вас так любим. А я взял скрипку. Я был на этом катамаране со скрипкой. Мне хотелось поиграть над океаном, просто без всяких дельфинов. И тут я взял скрипку. И случилось чудо. Через примерно три минуты после начала импровизации они все поверили в то, что мы с мирной целью. Там над катамараном была такая раковина, и она разносила звук. И получилось такое, понимаете, что я сам не ожидал. Я так был впечатлен, что я запомнил эту импровизацию, и поэтому иногда играю ее. Михаил Семенович, то есть культура присуща не только людям все-таки? Я думаю, только людям, но в какой-то степени и дельфинам, и некоторым высшим. Скажем, чувство юмора уже давно известно присуще воронам, воронам. Это правда. Чувство юмора настоящее. Слонам присуще чувство скорби, страданий и трагедий, ритуальной скорби. Понимаете, то есть у каждого есть что-то. Но культура в полном объеме, в подлинном объеме, есть только у людей. Потому что, смотрите, почему я когда-то объясняю себе, что дельфины достаточно интеллектуальные, интеллигенты, ведут себя умно. Они же пересылают инстаграмы и все прочее на сотни километров. И дельфин отправляется туда, где много дельфинов, но он обращается к одной девочке любимой и сообщает ей любовное послание. Девочка начинает прыгать, остальные это не слышат. То есть целенаправленно по адресу, email-адрес. У них все это есть. Но почему они не развивают так культуру, не строят зданий, дворцов, не пишут картины, потому что у них нет врагов. Они живут в этом мире без врагов. У них нет необходимости во многих-многих моментах, которые были нужны человеку. Идея утешения, идея гармонии, идея красоты, они живут в этом. Понимаете? Отсюда отсутствие вот этой потребности гармонии, оно теряется и как культура. То есть внешние проявления вот этой вот самой, или внешние выплески этой самой гармонии им не нужны? Нет, нет. Им не нужно строить роскошных дворцов, потому что у них там такое в море и в океане, такая красота, что ничего дополнительного не требуется. Они прекрасно устроены в этом мире. Почему культура появилась тогда? Какие ваши размышления по этому поводу? Я читал много других размышлений, но мне просто интересно, совпадают ли ваши мысли с мыслями других людей и с моими собственными. Почему культура возникла? Почему мы в ней нуждаемся? Хотя чуть-чуть вы уже ответили, потому что мы, наверное, ищем эту потерянную гармонию, которая была заложена в нас. Вы знаете, культура именно и возникла, как попытка догнать самого себя. Потому что я утверждаю, вы, наверное, знаете, это одно из главных утверждений, что человек задуман был родиться гением, гениальным. Когда мы смотрим в глаза новорожденного ребенка, они бегающие, но это как вселенная, разбегающиеся галактики. Я провел целый ряд сам экспериментов о том, если ребенка в мамином животике 9 месяцев с музыкой объединять. Причем я расписал это все по неделям и разговариваю с ребенком, с мамой. Я разговариваю, и перед каждым произведением рассказываю маме, а мама передает детям все 9 месяцев. Так вот, я уже такие результаты вижу, что я вам передать не могу. И культура появляется там, где человек пытается сам себя отстоять, как гения. Понимаете, потому что мир против гения. Почему? Потому что мир пытается превратить каждого творческого человека в среднеразумный тип. Мыслище стереотипно и полезно. Есть верховные властители, цель которых превратить народ в стадо. Иначе они не смогут править. Иначе, если учить народ тому, что культура, что такое личность, индивидуальность, то они восстанут против глупого правителя. Они вдруг увидят сразу, что правитель глуп, просто элементарно глуп. Почему? Когда я был экспертом Нобелевского концерта, я задавал несколько вопросов. Один из них, который я задавал не на камеру, я у них спросил, кто из вас умнейших людей планеты, восемь лобелевских лауреатов было, готов стать президентом страны. Они как стали смеяться. Я говорю, почему? Мы, видимо, все-таки достаточно умны для того, чтобы понять, что мы недостаточно умны для такой должности. Потому что такой риск и такую опасность брать на себя из-за малейшего недодумия мы не можем. Лучше мы будем заниматься своей наукой. Пусть идут, да, но в политику уже придут. Тогда самые отверженные, самые некультурные, самые недуховные, самые немыслящие. Здесь мы бессильны, говорят они. Надо думать о школе, о развитии детей. С самого начала. Не запускать этот момент. Ведь действительно, если... Вы, наверное, знаете, я часто говорю, что, представьте, мы отдаем своих детей, замечательных, любимых, чудесных. Вот какие дети ко мне приходили, глаза как звездочки у всех. Такие черные сливы, маслины, да. Ну, такие, каждого хочется обнять, поцеловать такого ребенка. И вот мы рождаем чудесных детей. Что мы потом делаем? Мы отдаем их на 10 лет по 6 часов в день. На 12. Да, у вас на 12 еще, да. На 12 лет по 6 часов в день лучшее время формирования дядькам и теткам, которые не поступили в театральный институт и всю свою жизнь будут мстить этим несчастным детям за то, что они не прошли по конкурсу. Это я, конечно, несколько преувеличиваю. Сгущая краски, я не хочу обидеть всех учителей. Есть замечательные, мудрые, умные учителя. Но в основе своей педагогические институты это без конкурса почти. Идешь, и уже хорошо. А я, например, говорю, что педагогические университеты должны иметь самый серьезный конкурс. И еще и перед экзаменами нужно пройти тесты. Педагог ли ты по своей природе? Каков ты как человек? Вот у меня в моей школе, которую я создал, там, например, если дети 10 минут не рассмеялись, то учитель вынужден забирать детей, бежать во двор и с ними вместе играть в прятки, в салочки, в скакалочки и все, что хотите. Потому что урок поделить взял. Потому что ребенок 10 минут информации, вот так, воспринимать не может. Ему нужно, чтобы пошутить, разрядиться, полюбить заново учителя. Узнать, что учитель замечательный, остроумный человек. Потому что юмор, как ни странно, это же одна из вершин интеллекта. Вот опять отличие человечества от всего. У животных практически, за исключением некоторых ситуаций, нет чувства юмора. Ну, вот я сказал только, что у ворон есть. Но какое? Это когда мимо стула сел. Это уровень трехлетнего, четырехлетнего, смеющегося. А на самом деле чувство юмора, чувство музыки, чувство гармонии, чувство попытки достигнуть того времени, того уровня, который ты рожден в котором, и которому мешают. Потому что мы отдаем этих детей на 12 лет, да? А что мы получаем взамен? Читатель Петрарки, читатель Африка, великого армянина, да? Гениального совершенно. У вас тут два поэта, которые уже собой оправдывают все существование целого народа. Кто второй, нарекаться? Нарекаться, конечно. Они же такие бунтари на самом деле. Они вроде бы... Я такого больше нигде не знаю, чтобы священники, вместо того, что петь аллилуйя с утра до вечера, говорили, Бог, мы с тобой, в общем, недовольны. Ты что? Ты вообще, ты подумал, что ты сделал на этой планете? Я сам к этому пришел и хотел сказать, Бог, я бы в тебя верил, если бы я не видел, какой ужас твоим именем творится. Как сейчас я вижу, как крестится, а потом режет, рубит, дает приказ разбомбить, опять крестится, опять бомбить. У тебя что, в голове не соединяются два разных начала? Что, совсем нет критического мышления? То есть кто ты? Ты дебил, ты просто дебил. Умственно неполноценный, если ты можешь соединить. Ну, хоть не крестись сейчас, дай хотя бы сутки отойди от этого. Ты же видишь, во что ты превращаешь мир. Нет, не видит. Откуда это? Кто учил? Когда? И чего научили? Опять школа. Я бы сейчас считал, что вся планета цивилизованная должна бросить все внимание на школу, гуманитарную школу. Превыше всего должны быть гуманитарные предметы. Это спасет нас? Это, по всякому случаю, шаг к спасению. Потому что те люди, которые попали под мое влияние, а это сотни тысяч людей, по миру даже миллионы, я не нарадуюсь на них, на их письма, на их мысли, на их образ жизни. Потому что те, кто когда-то маленькими у меня приходили на мои детские концерты, они стали приводить своих детей им маленьких. И дети такие же, как они. И они хотят, чтобы дети прошли то же самое. Потому что я на них повлиял на всю жизнь. И таких людей я вижу много-много-много-много. Ну, насколько можно много? Мне же не дают масс-медийной поддержки, никогда не давали. Хотя я просил, дайте мне 15 минут в день, один год на Первом канале в прайм-тайм. В России? В России, да. Ну, я видел, к чему катится Россия. Вы же прекрасно понимаете, что вот эта необразованность, это дикие преступления в 19 веке царизма, когда освободили крепостных, не построив школ, не построив больниц, не построив жилья. Если вы освобождаете, вот здесь освободите, но перед этим построите здесь все. Вот здесь потом. Выпускайте их понемножку. Выпустите 20 тысяч, выпустите 30 тысяч. Они, многие не так уж плохо жили на своих землях, возделывая свой урожай. Они приходили на оперы и на филармонические спектакли, для них был специальный такой бельэтаж, куда приходили крестьяне. И крестьяне тогда знали больше, чем сегодняшний некрепостной. Я вам приведу просто пример такой. Отец и сын Гурелёвый. Гениальный автор, мелодист. И помните, на заре это её не буди, да? Что это было? Отец был выдающимся композитором и пианистом. Он был крепостной, графа. У него был свой особняк. Там стоял рояль. В его распоряжении был театр, сцена. Он играл, он давал концерты. Как только к графу приезжали гости, кем он хвалился? Конечно же, Гурелём, отцом. У отца родился гениальный сын. Ребёнок с детства, да? Чудо какое-то. Ребёнку наняли геништу великого виолончелиста. Ему наняли западных учителей, которые приехали, поселились там, чтобы вот этого крепостного ребёнка учить всем премудростям и тонкостям музыки. И что дальше? А дальше вот, что умер старый граф, а новый решил облагодетельствовать. Дал им вольную. Идите на все четыре стороны. На все четыре стороны. Освободите флидель, потому что туда приедет крепостной. Они купят. Чем это кончилось? Отец выдающегося пианиста и композитора умер буквально через несколько месяцев. А сын пробивался тем, что он переписывал ноты. Копейка, 10 страниц. Вот так вот, да? Из партитуры выписывал голоса. Он сошёл с ума. И последние 25 лет провёл в сумасшедшем доме. Потому что всё, что у него было, это память о чудесном доме, о чудесных учителях, о языках, которыми он владел, и которые теперь никому здесь не нужны на воле. Вот так погубили двух крепостных тем, что их освободили. К истории мы ещё вернёмся. Я бы хотел, чтобы вы ещё немножко мне рассказали про гениальность и про гениев. Вы сказали, что в идеале этот мир должен был быть создан для гениев, и что все мы должны были быть гениями, и что все дети рождаются с зачатками и с гениальностью некоторой, которую, к сожалению, мы потом не можем раскрыть. Почему гениев вокруг так мало? Первый вопрос. И во-вторых, как бы мы жили в мире, где все были бы гениями? Значит, все были бы гениями... Сейчас надо уточнить одну вещь. У меня в книгах есть это, что я говорю о двух видах гениев. Гений созидания и гений восприятия. То есть не могут быть все гениями созидания. Это будет абсурд чистейшей воды. Их столько, сколько их должно быть. Это крохотный процент. Один на миллион. И должны совпасть много вещей. Его индивидуальное качество, его жизнь. Его не должны убить в детстве. Ему не должны садануть по голове, чтобы у него было трясотрясение мозга, и чтобы он перестал чувствовать кровообращение и так далее. Я говорю, вот в моей книге «Тайны гениев» один, два, три и так далее, они уже больше миллиона, к счастью. Значит, все-таки есть люди, которым это важно. Так вот, я считаю, что нужна моя задача воспитать гениев восприятия. Рассказав им о том, как жили гении созидания, но я не хотел бы, чтобы мои дети или мои внуки были гениальными творцами. Почему? Потому что они могут не выдержать нагрузки, которой дается гений. Ведь гений, как вам сказать, это послание космоса. Можете смеяться над всем этим, вот вроде бы я не религиозен, ничего, но это сигналы космического разума, всеобщего разума. Я вообще бога, всех богов называю одним понятием – главный инженер. Вот главный инженер создал эту механику всю и замыслил, что вот эти вот существа пройдут дарвиновский путь развития и так далее, и так далее. И, наконец, они начнут понимать Баха, слушать Моцарта и читать Шекспира, и говорить, боже мой, какие же мы люди на Земле прекрасные. Так вот, понимаете, гений восприятия – это человек без болезненных дел, а гений созидания – это человек не очень здоровый. Почему? На него наваливается вся проблема. Помните, что сказал гений? Если мир раскалывается надвое, то трещина пройдет через сердце поэта. Так вот, не надо больше творцов-гениев, потому что у них сердца не выдержат. Они часто очень тяжело жили. Почему? Потому что этому телу на этой планете плохо, дискомфортно. Этот гений помещен в обыденность, в мир, который против них. И он погибает. Если он не погибает, он успевает создать что-то. Смотрите, Шуберт умирает 31 год. Один в одиночестве. Березовский перерезает себе горло, не продолжая великую традицию. Чайковский всю жизнь мучается, страдает, ищет способ покончить жизнь с самоубийством. Он просто не знал, как это сделать. Он хотел без боли. Без боли не получается. Однажды он понял – без боли можно. Он пошел в холодную Москва-реку и стоял по горло в ледяной воде в ноябрьской. Если бы не Алеша, его слуга, он искал, пришел, карета пустая, а Петра Ильича нет. Где он? А, вон его голова торчит в полумраке. Алеша бросился в воду, вытащил хозяина. И Чайковскому тут же по пути, тут же закупил водку. Чайковский с горлышка эту водку выпил. Или коньяк, я уже не помню подробностей. И даже не простудился. А он же хотел умереть от воспаления легких. Самый безобидный способ. Покашляешь, там легкие отвалятся, и ты умрешь сонный. Он хотел умереть всегда. Потому что он как раз тот случай, в котором он не хотел мириться со своей физиологической особенностью. То есть его нравственность, она выступала против. Но он сказал, написал же брату, я же читал все его письма, в отличие от всех, кто утверждает всякие глупости. Он пишет, нам придется признать, что мы бугры. И жить с этим. И перестать себя горить. Потому что надо научиться жить и в таком состоянии. Понимаете? То есть он пришел к осознанию, что ничего не поделаешь с этим. Это действительно природа. С природой бороться не надо. Понимаете? И нельзя. И никакой пропаганды гомосексуализма, как в тоталитарной стране, быть не может. Потому что сколько ни пропагандирует, если человек гетеросексуал, он от своей девочки никогда не откажетесь. Вы меня распропагандировали, пошел мужиков искать себе в постель. Да глупости это все полное. И поэтому я считаю, что нужно формировать восприятие гениальное. Понимаете? Не созидание. Созидание оно само. Оно без нас. Гений, он без нас. Ему дискомфортно в этом мире. Он инопланетянин. Ему плохо. Ну, смотрите, все время на гениев наваливаются. Я люблю говорить на эти темы, рассуждать точнее. Мне неприятно, что это так. Шопен не мог дышать всю жизнь. Вот эту короткую жизнь, 39 лет, для него проблема дыхания. Чайковский страдал нравственно всю жизнь. Да еще не только из-за своих половых особенностей. А еще он считал, что он пишет плохую музыку. Он же так и писал все время. Я говорю, какую же я дрянь написал. И какой я дрянной человек. Что я совершенно никакой не талант. Понимаете? То есть, ну, ужас какой-то. А если взять всех остальных, Битхоин с его глухотой, Моцарт с его ранним знанием о смерти, с его ощущением, что он скоро уйдет, с его комплексами и психическими отклонениями, безусловно. Ну, во-первых, синдром Аспергера у Моцарта, как и у Битхоина. И не только это. Есть еще некоторые такие особенности, которые совсем никак не вяжутся с его музыкой, моцартовской. И лучше или не знать об этом. А если знать, то признать, что это неминуемо, потому что он на земле и там. Там он Моцарт. А на земле он как-то, помните, и междетей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он. Блок хорошо это понимал. И вообще все психологи хорошо это понимают. Помните, Пушкин тоже из детей ничтожных мира. Ну, конечно. Помните, когда Томас Мур прибегает и говорит, взволнованно, что уничтожил дневники Байрона. Нет, Вяземский прибежал и говорит, Томас Мур уничтожил дневники Байрона. Пушкин говорит, молодец, правильно сделал. Толпа хочет дневников. Ей не важно творчество. Ей важно читать и говорить, ага, он так же подл, он так же мерзок и низок, как и мы. Врете, канале, говорит Пушкин. Он мерзок и низок, но не так, как мы, по-другому. Вот это гениально. Понимаете, Пушкин столько вещей знал, что та страна или тот народ, который по каким-то причинам проклянет Пушкина, они ударят по себе. Потому что поэзия и так с трудом пробивает себе путь. А если еще начать шуметь по этому поводу? Хорошо. Воспринимать гениальность, то есть мы, люди, должны понимать, что это все не просто так, что это важно и так далее. С этим можно что-то делать, и вы это доказываете. Да. Вот. Но все-таки вот рождение гениев, это действительно кто-то? И думаю, да. Думаю, да. Вы понимаете, у нас, у людей, планеты, должно быть какое-то оправдание перед главным инженером за то, что мы натворили. Потому что покоя и нормы на земле не было. С одной стороны, мы создаем великие архитектурные сооружения, в них звучит великая музыка. Какая-то группа, смешная группа людей ходит слушать всех этих Малеров, Брукнеров, Моцартов. Остальные над ними смеются. Да, просто смеются. Вот прямым текстом. Не зная, что они смеются как раз над собой. Знаете, они же даже не понимают, что они себя унижают. Понимаете? И, конечно, я думаю, что эта группа людей служит для оправдания всей цивилизации. Знаете, вот я такую книгу сравнительно недавно купил, год назад. Называется «Вверху и внизу». Вот такая длинная книга. Вот такая, да? Верхний ряд и нижний ряд. Один ряд – история. Войны, войны, повешение, изнасилование, убийство, грабежи, аутодафе, бесконечное насилие. Все эти религии, инквизиторы страшные. Эти костры, этот ужас, да? Параллельно идет ряд искусства. Сверху. Да, сверху. И в это же время, столетняя война, 30-летняя война, когда эти две конфессии христианских друг друга уничтожают. Да, гугенот. Уничтожают, да, католики гугенот. Протестанты убивают этих самых католиков. Католики-протестанты. Все вместе иудеев в свою материнскую религию. Понимаете? То есть, ну, бред. Теперь, когда я встречаю какого-нибудь такого еще думающего мусульманина, я ему говорю, слушай, ты не помнишь, какие последние слова Иешуа Бен Иософ произнес на кресте? Кому он обратился за помощью? Он говорит, кому? Я говорю, к Аллаху. Он говорит, как к Аллаху? Почему Аллаху? Почему, понимаешь, как так может быть, да? Говорю, а кто еще? Аллах? Аллах. Или? Эли. Отец. Это один и тот же. Отец куда-то... Да, да. Я говорю, это просто диалекты. Вы деретесь с другими людьми, у которых Бог-Отец. Это тот же Алла. Вы уничтожаетесь. Из-за нескольких названий, как Петр и Петя, и Петрушок, и Петруша, и Питер. Это все одно и то же имя. Петрос. Да, 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 да. Вот когда я, например, занимаюсь, встречаюсь с молодежью, говорим, вы знаете, они выходят другими. Когда они вдруг узнают то, чего... Они даже понятия зеленого не имели. Что Алла – это Бог-Отец, и что это Саваоф, что это Отец Христа. И что Иисуса Христа никогда не звали Иисусом Христом. Это придумали в Ватикане. Что его могли звать только Ишуа. Если бы вы попали туда, где Иисус играл с другими детьми, и сказали бы, Иисусик, Иисус, он бы даже не повернул головы, потому что он Ишуа. Понимаете? Вот дальше вы пришли бы к его маме и сказали, Маша, Мария. Он же говорит, как, кто, я не знаю, Мария, даже слова такого нет, да? Мирьям, конечно. Марьям. Это же понятно, да? Но вот дурость человеческая, необразованность, мы все знаем понемножку, случайно, кусочками, обрывками, понимаете? Если бы люди были образованы и знали, да не надо же быть семипядей в Алпу для того, чтобы узнать основные моменты истории человечества, истории цивилизации, истории религии. Ну, смотрите, как интересно. Если бы люди, верующие во всех богов, да, знали, когда гром и молния, вот то, что только что позавчера было вереванием, кажется, что Бог разгневался, на кого, где, за что и так далее, и начинает уничтожать. Кажется, что сейчас все взорвется, да, это было безумие, спать нельзя вообще, ничего нельзя, говорить нельзя. И вот интересная вещь. Представьте себе, что люди много тысяч лет назад, когда это было, кому они молились? Естественно, главному Богу, а главный был Гармавержец. В разных культурах, ну, возьмем и Зевса, да, и Перуна, молились ему, чтобы не убило их, дома не сожгло, а сжигало же, целые деревни сжигало, города выжигало, все, молились. Как только появились ученые, которые разъяснили систему электричества и круговорот воды в природе, немедленно пропали все боги грома и молнии. Прежде всего, вот что это? Это синильность человеческая, тех, кто по-прежнему верен в бога грома и молнии. Дальше, с развитием науки, Бог уходит все дальше и дальше. Наконец, некоторым философам, теологам, религиозным, пришлось признать, нет, нет, Бог, конечно, есть, но Он не следит за нами, Он не наблюдает, Он нам дал свободу воли. Тогда я задаю вопрос. Господа, Бог всесилен? Они говорят, да. Как только Бог дал людям свободу воли, Он этим самым лишился всесилия, сам добровольно. То есть, ты всесильный, говоришь, иди налево, а этот идиот, которому ты подарил свободу воли, пойдет направо и попадет во все ямы, еще убьет кучу народу. Значит, ты уже не можешь им руководить. Одно из двух, либо превращай людей в роботов и говоришь, всем направо, всем поесть, всем встать, всем сесть, всем размножиться, да, и так далее, и так далее. Не пить ничего, потому что перед размножением месяц надо ничего не пить. Не пить. На всякий случай, да, не пить спиртного и так далее. Ты же этого не сделал, не сделал. У тебя люди со свободой воли, красиво, гуманистично, романтично, вот, все довольны, но ты же погубил себя тогда, тогда не позиционируй себя как абсолютное знание, как абсолютная воля, и что человечество под тобой все время действует под твоим указанием. Не действует, оно свободно. Вот, понимаете, вот все эти глупости, вот, соединенные вместе, это дичайшее нарушение. Когда я говорю, что вы говорите, что Иуда предатель, вы говорите глупости, потому что он передатель, потому что по-гречески те же самые, эти самые предать-передать, пере-ери-пре, и так далее, полногласное и неполногласное сочетание. Так вот, отец предал сына тем же словом по-гречески, как Иуда предал Христа первосвященнику. Но в одном случае вы говорите, отец предал, значит, передал. А вот Иуда предал, значит, предал. Ребят, вы мыслить умеете или совсем нет? И вот сколько бы я ни говорил, вы знаете, не действует. Почему? Потому что если Соловьев 20 лет мозги любит человеческие, то христианство уже 2000 лет. И попробуй теперь внушить сотому поколению людей хоть какие-то, что это не так. Что-то не так. Михаил Семенович, кто придумал концепцию того, что большинство людей должно быть неграмотными, большинство людей должны быть вот эти вот чакры закрытыми? Когда мы сейчас смотрим априори, когда мы смотрим сейчас в прошлое, в настоящее, два человека, которые чуть-чуть умеют думать, вы гораздо больше, чем я. Да, я с вами абсолютно согласен, что, конечно же, любому правительству удобнее управлять людьми, которые не так много читают, не так много смотрят, не так много путешествуют, не так много анализируют. Чем закрытие общества, тем, в общем-то, удобнее это всё. Но кто изначально придумал эту концепцию? Почему знания всегда были закрытыми, начиная с Древнего Египта, Вавилон, Армения, христианство, ислам, знания были для кого-то, это были какие-то закрытые знания для закрытых людей, для закрытых обществ, масоны, ещё там, прочее, прочее. Кто это придумал? Кто этот умник был? Это была вынужденная мера, потому что, если дать идиоту какое-то знание дополнительное, то оно приведёт его к ужасу. Понимаете? Потому что можно же трактовать по-разному. Вот любое знание, помните, что экклезиаст же на все времена предупреждал, он придумал, он говорит, во многое мудрости, многое печали, и умножая познание, умножаем скорбь. Дальше, это очень чётко повторил и Шоабен, и Озов, но интересный момент есть один. Кто это придумал? Я думаю, что это придумали и Академия Платона, и Древнеегипетские, они понимали прекрасно, что, помните, Губерман тоже придумал, он сказал, что идея, брошенная в массы, это как девка, брошенная в казармы. Потому что нет ничего страшнее, чем толпа, которая трактует идею. А как предупреждал Бердяев? Бердяев. Помните, что он сказал? Он сказал, что самое дикое заблуждение считать, что мнение большинства является критерием истины. Ну, больше ничего он мог не писать и не говорить. Он сказал точную правду, понимаете? Его бы Ленин, если бы поймал со Сталином, они бы его на куски разрезали из-за этого, потому что они-то все время кричали, что это мнение большинства. Помните, дальше, вся вот эта история, революция так называемая, да, когда бросились революционные матросы, рабочие, все, откуда они взялись? Они взялись от реформы 1861 года, когда им ничего не дали, и трем поколениям ничего не дали. Они ходили по Петербургу, заглядывали в окна и видели разодетых дам, деточек таких чудесных, богатых, да, папа с орденами, елка, понимаете, такое чудо. Они потом возвращались в эти гнилые бараки, которые сегодня на Руси, кругом в каждом городе, бараки, вонючие, страшные, в них лежат старухи и старики в моче, и запах кругом. Вы не видели такого? Это сейчас по-прежнему, если, вот это было построено для рабочих, тогда, в те времена, гнилые, уже все сгнило, они там живут по-прежнему, да, и там выгребные ямы, все на месте. Так вот, когда-то никто же ничего этого не сделал. Это было преступлением страшнейшим. И вот они стали революционными матросами, солдатами, рабочими. Ленин сказал образование дать, но он сказал, еще добавил одну вещь, он сказал, ровно столько, чтобы они могли читать наши декреты. Ему в голову не приходило, что образование нужно дать, чтобы они Шекспира смотрели и слушали. Первая его идея уничтожит большой театр, как рассадник империи. И его же Луначарский, ну, со слезами на глазах, он буквально чуть не угрожал ему Ильичу, что нельзя, что это символ не империи, символ культуры, а большевики будут превращать весь советский народ в народ культуры, народ искусства. Вот же наша задача, говорит Луначарский, да, абсолютный абсурд. Вот, Чечерин, первый гомосексуалист в русском правительстве, да, почему о нем вдруг стало ничего неизвестно? Потому что его под домашний арест посадили, он не мог даже на улицу выйти, чтобы гомосексуалистов, боже упаси, у большевиков не было, потому что нет такого, да, и он тогда написал свою книгу о Моцарте, Чечерин, да, он все понял дома, понял, что уже было поздно, куда он ввязался, да, и так далее. Держинский успел понять, когда он занялся поездами, когда его сняли с ВЧК, да, и поставили на поезда после смерти вождя, да, и он слетел, и вдруг выяснилось, что все разворовано, он вышел на сцену, и темперамент, рыцарь революции, говорит, все, революция погибла, вы же все украли, ничего нет, погоны не доходят до людей, люди умирают тысячами, миллионами, а еда пропадает, где-то кто-то ее продает, вы что не видите, он кричал, кричал, пил воду, пил воду, потом закончил, ушел за кулисы, и вдруг выходит и говорит, рыцарь революции, не стало, Феликс Эдмундович умер, он столько понял, знаете, некоторые из них начали что-то понимать, но было уже поздно, они запустили такую машину, при которой, когда я вчера в зале все-таки сказал, что коммунистическое проявляется даже в способе выпечки булочек, которые мы едим, и сослался на Кшиштова Киселевского, да, что вот съел булочку, и опять коммунист, хотя уже был демократом, да, вот что-то в этой булочке такое, коммунист заложил в нее, зал не был полностью единодушен, не был, не улыбался, не зааплодировал, как на некоторые другие, там, где я говорю о великой традиции армянского народа, о великой культуре, о великом здании, там они аплодировали, но здесь они так насторожны, я знаю, что многие должны были уже уйти только из-за этой фразы, уже они без коммунизма жить не могут, потому что это такая вирусная инфекция, она будет столетиями, так же, как и сегодня зарождевшиеся тоталитарные системы, мы там думаем, что ежели кто помрет, то, значит, потом все будет хорошо, только дайте, умереть тоталитарным этим режимом, да, ничего подобного, потому что сам по себе Сталин ничего, сталинизм, сам по себе Гитлер ничего, гитлеризм, и так далее, это же понятно, потому что Гитлер учился не у Сталина, он ненавидел Сталина, он считал себя учеником, и ненавидел Сталина, что Сталин не дает ему статуса ученика Ленина, потому что Гитлер брал власть в Германии таким же точно путем, повторяя все ленинские пути, и 6 июля, помните, да, все то же самое, как Гитлер расправился с Рэмом, вот так же Ленин расправился с Эмами, и у нас все детство прошло под знаком, что СССР это самое страшное, и в 41 году перед самой войной говорили, что гитлеровцы молодцы, национал-социалистическая партия чудесная, враги наши, настоящие фашисты, это левые, то есть, если, ну, невозможно жить в обществе, в котором никто ничего не учит, не думает, не читает, как им доказывать? Ну, и тем не менее, одним щелчком пальца, вот эти вот друзья, стали врагами, да, конечно, конечно, вы понимаете, в этой ситуации можно сделать все, что угодно, зомбирование, это самое сильное средство, не случайно же, кто это, Геббельс говорил, да, 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 он же сказал, что неправда повторена, это еще раз становится правдой, и, может быть, я неправильно цитирую, я не очень люблю их перечитывать, помню все основные моменты, то есть, то есть, а что с этими людьми происходит? Есть объяснение там научные? Есть, ненаучные? Знаете, я убежден, что в мозге есть такие отсеки, например, религиозные клетки, есть люди, которые не поддадутся, хоть вокруг все ходи, и крестись, и молись, и бейся головой, они погибнут в костре, но они знают, Бога такого, такого и вашего Бога нет, я в него не верю, нет, все показывают вокруг, все ваши войны, все ваше хамство, все ваше убийство, вся ваша кровь, показывают, что Бога нет, или он к вам равнодушен, что тоже не очень хорошо, не очень радует, он есть, но он плевал на вас, грубо говоря, сколько бы вы ни молились, ни просили, это еще хуже, это еще хуже, да, вот, но, понимаете, также точно, я уверен, есть клетки, которые поддаются зомбированию, и тогда вот, смотрите, эти клетки мозга, которые ребенку внушили с детства, что Бог есть, ходил с родителями, молился, забивал поклоны, пел, Господи Иисусе Боже мой, спасибо тебе за, особенно, когда сейчас пишут себе, спасибо Богу за все, я не знаю, где их найти, чтобы их врезать, понимаете, спасибо от всей души, за все, за каждого убитого, за каждого униженного, за каждый разрушенный город, за мат, перемат этот страшный в русском языке, спасибо Богу, это, видимо, он все, потому что он все, наше все, не Пушкин, а Бог, и так далее, знаете, я думаю так, что вот здесь располагаются религиозные клетки, если на них капать и действовать, человек перестает воспринимать логические системы вокруг и начинает верить Бога, безоглядно, без попытки реанализировать и так далее, есть, я уверен, клетки у целого ряда людей, у миллионов, которые поддаются зомбированию, то есть, если вот на эту группу клеток, теперь показываю налево, а не справа, давить каждый день, да еще по многу часов, то эти клетки начинают захватывать мозговое пространство, перехватывая и уничтожая клетки диалектики, размышления, структуры, системы, ассоциативного мышления, понимаете, я считаю, что причина вот всех этих ужасов и религиозного ужаса, помешательства, да, именно помешательства, вообще верь, пожалуйста, каждый во что-то верит, и помешательство военного, например, это вот второй компонент, кроме вот этих клеток, да, это желание заработать деньги, помню эту историю в Швеции, скандал был, в Швеции была коммунистическая партия, знаете, кто ее содержал, догадываетесь? Леонид Ильич Брежнев, да, они все время получали деньги, это непопулярно в Швеции, у них популярны социал-демократы, всегда они их выбирали, коммунисты собирали так традиционно 7-8 процентов голосов, до 10 иногда бывало, страшное дело, коммунисты, да, и вот случилась невероятная вещь, стали выяснять финансовые дела этой партии, и выяснилось, что все финансовые дела это поступление из коммунистической партии Советского Союза, вся Швеция вздругла, как, что целая партия жила на деньги коммунистической партии другой страны, той, тоталитарной, но дело не в том, что они жили, дело в том, что они укрывались от налогов, а в Швеции лучше убить, чем скрыться от налогов, за убийство оправдают, дадут 8 лет, скажут, он был ненормальный, больной, его общество неправильно воспитало, он не виноват, общество виноват, так и было, когда вот так пошел, стрелялся, общество себя винило, ходили все покрасневшие от горя, как мы пропустили такого замечательного мальчика из Югославии, который пришел и из автомата застрелил 18 человек, нельзя его сажать, это мы виноваты, это общество нужно посадить и так далее, так вот, здесь та же история, понимаете, совершенно непонятно, как это происходило, но происходило именно так, и я думаю, что вот эта вся система мышления, она в корне порочна, опять же, мы опять попадаем в ту же яму, в который раз и так далее. Что с образованием в Швеции? Оно явно получше, чем в России и в Армении, я думаю, но как там? Вы знаете, я решил не вмешиваться в образование в Швеции и вот почему, потому что шведы впали в своем социал-демократическом порыве в другую крайность, у них всеобщее, абсолютное и тоталитарное равенство, и сколько я не пытаюсь объяснить им, что нельзя говорить о тоталитарном равенстве, потому что все человеческое мышление, оно представляет как лестница, внизу дебилы, полные дебилы, умственно-неполноценные, здесь уже умственно-полноценные, но не способные анализировать, ассоциировать. Дальше, первые зачатки ассоциативного мышления, дальше, способность к открытиям, таланты, яркие проявления, наконец добираемся до гения, да? Так вот, говорить, что равен дебил и гений, они равны, это не просто абсурд, это прокрустово ложа, понимаете, если уравнять всех, нельзя же растянуть короткого, нужно отрезать голову длинному, понимаете, поэтому все это равенство, оно становится какой-то чуть-чуть фашистской идеей, равенство. Кто страдает? Таланты! Явные выдающиеся люди страдают, они должны не высовываться, он приходит на работу, он должен сказать, самое главное для меня это вместе с вами пить кофе и не выделяться из коллектива, понимаете, если он придет, у меня такие идеи есть, его не примут, зачем твоя идея, у нас все хорошо в Швеции, да? И вот, как вам сказать, образование, я не хочу туда вмешиваться, потому что вот это равенство, я пытаюсь объяснить, что когда имеется в виду демократическое равенство, это равенство всех перед законом, это если продавщица проворовалась и президент проворовался, они получат одинаковые сроки, продавщица может получить меньше, если у него больше детей, чем у президента, но они же это не хотят понять, вот, знаете, вот там тоже стоп свой, понимаете, вот я сколько раз рассказывал в России, в Советском Союзе мою любимую историю о том, как девочка, пансионерка гимназии Ржевской на медальоне посмотрела у дядюшки надпись, я люблю вас, я говорю, представляете, как учили эту девочку, и когда я первый раз в Швеции рассказал шведской молодежи в Вальдорфской школе, ко мне подошли педагоги, говорят, Михаил, вы испорчены Советским Союзом, я говорю, любой мальчик должен иметь право подойти к любой девочке, не имея комплекса, вы их комплексуете, значит, если мальчик, по-вашему, не знает Чайковского, не знает Арии, Ариоза Ленского, значит, он не может подойти к этой девочке, он ей не равня, я говорю, да, конечно, не равня, он должен учиться, он должен потребность испытать, чтобы достойно быть этой девочке, потому что девочка представляет более высокие творческие круги, как они будут общаться, они же разведутся, постельные дела пройдут, и останется духовная близость, а ее нет, потому что у мальчика другие интересы, не понимают, вы таким образом, мы просим вас, да, 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 ущемляете мальчика, который не знает Чайковского, ну, вот у них все, вот, понимаете, так что я не могу сказать, что это только русские глупо себя ведут, что только там армяне или зарбайджанцы, это общая гигантская беда, это все беда планетарная, мы деградируем, и либо мы погибнем, как цивилизация, либо мы возьмемся за ум и выстроим цивилизацию, ну, один из наших классиков, Иван Истуманян, говорил о том, что для того, чтобы кому-то что-то сказать, надо, чтобы тебя услышали, да, совершенно правильно, а у вас там много таких гениальных, я вам даже скажу, что у Ильяма Сараяна, если его читать внимательно, там же все есть у Сараяна, ты такой гениальный, он, я не знаю, с кем его сравнить, только, наверное, с Хемингуэем, в лучших произведениях Хемингуэя, но этот смех сквозь слезы, Сараяна, это просто чудо, «Меня зовут Авраам», например, каждый рассказ – это золото, драгоценный камень, и я так это узнаю, этот менталитет, и я вижу, не случайно я сказал на сцене, что евреи и армяне, только они создают анекдоты, все остальные жалкие прихлебатели, просто переделывают под себя, а анекдоты рождаются как интеллектуальная форма существования, у двух маленьких народов, на маленьких территориях. – Интеллектуальная форма существования и интеллектуальная форма протеста. – Конечно, конечно. – Михаил Семенович, вот вы говорите о том, что люди не могут договориться, общество не могут договориться, государство не могут договориться. Это то же самое, что если мальчик не читал и не знает или не слушал Чайковского, не знает Арию Ленского, то ему с этой девочкой не о чем говорить, то есть он должен подняться на этот уровень. Теперь государства, которые не могут друг с другом договориться, или общества, которые не могут найти общие языки, тут ведь как? Либо какому-то обществу нужно подняться до какого-то уровня, либо какому-то обществу приходится опускаться до какого-то уровня. А если бы вы собрали в одном зале всех мировых лидеров, что бы вы им сказали? – Вот примерно то, о чем я вам говорил, где-то, да, немножко более демократично, более простым языком. Я бы вам сказал, что наша планета, выстроила грандиозную цивилизацию, что эта цивилизация не связана ни с ядерным оружием, ни с нашими достижениями в области техники. Единственное, что мы выстроили подлинное, это наша культура, наше искусство. В принципе, когда-то Эйнштейн искал единую теорию поля. Он поэтому оставшуюся часть жизни, ну, ничего не открыл, да, после Е равняется МС квадрат, после специальной и общей теории относительности. Он искал, он считал, что должна быть энергия, кратная всем энергиям, то есть практически бесплатная энергия на планете. Он не нашел ее. А я считаю, то есть я, что эта энергия не в том. Я занимался бы, если бы у меня была еще жизнь одна, лет 80 еще, с молодым мозгом, я бы все-таки выстроил единую теорию поля, только культурного поля. Я бы доказал, что все мугамы, все мелодии, все украинцы и чайковские, все шопены и брамсы, они исходят из одного человеческого ядра, из того, что заложено в человечество в генокоде, в генофонде. Понимаете? Я бы это доказал. Я бы показал, как Бетховен притворяет русские мелодии в своей музыке. Я бы сел за рояль. Я бы показал, это русское, а чайковский весь украинский, сплошной, что тот фортепианный концерт номер один, который весь мир любит больше всего на свете. Он назывался концерт на малороссийские темы, потому что это тема малоросов, то есть украинцев. И только из-за одной причины он отменил это название. Его брат Модест говорит, Петя, ну а почему, у нас же французская кровь тоже есть, кроме украинской, да? Ну, возьми нашу любимую шансонеточку во вторую часть, там так хорошо она смотрится. Чайковский послушал, говорит, хорошо, а это вся семья Чайковских передавалась поколение, поколение, они ее насвистывали, мурлыкали и так далее. Вот это та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Взял, но пришлось убрать малороссийские, потому что появилась шансонеточка французская. Скорее, надо было написать, что концерт на темы нашей крови, то есть того, из кого мы состоим. Но он просто назвал первый фортепианный концерт. Но на самом деле, что мир слушает? Выйди, выйди, и баньку, выйди, милые. Все эти калятки, все эти... Ну, как же, это все Украина. Да, это все Украина. А вот это пам-пам-па-ра-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Главная партия. Он сделал ее тарам-парам-парам-парам-парам. Это не что иное, как он попытался снять кабзарские вот эти стонущие интонации и сделать их шуточными в первой части. То есть концерт построен на украинском мелосе. И вообще все мелодии Чайковского построены по принципу украинской песни. Смотрите. Ридно, мать и моя, ты на чая не доспала. Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. И в дорогу далеку ты меди до зары провожала, и рушник вышиванный на счастье в дорогу дала. Вот она. Смотрите. Так выстроены все мелодии Чайковского. Вот она, украинизация. Вот, то есть я хотел бы показать миру, что он на самом деле един. Нет национальной культуры. Есть, но они так или иначе выплывают и вплывают в общечеловеческую культуру. Возьмите Арама Ильича Хачатуряна. С одной стороны, пусть первый камень я брошу в того, кто скажет, что это не национальный армянский компонент. Безусловно, национальный. Да у него всё национальное. С другой стороны, у меня вообще личное воспоминание о встрече с Арамом Ильичом, потому что я вёл его авторский концерт. И когда закончился концерт, публика ушла. Открыли двери в фойе. В фойе стояли столы. Им оплаченные, накрытые, чёрная, красная икра, севрюга, осетрина. Всё это стояло. И бедные артисты, у которых зарплата от 100 до 150 рублей в месяц, бедные оркестранты, они вдруг увидали такое, что на каждой тарелке лежит их месячный заработок. А Арам Ильич встречает всех так радушно, понимаете, сонночный барин. А с другой стороны, такой добрый, такой отзывчивый, такой легко общающийся человек. Вот у нас было такое, у меня было ощущение, когда мы с ним говорили. Вот я чувствую, как будто бы я этого человека давно-давно знаю. Он был для меня как мой дядя такой, дядюшка, вот как из Сараяна, да, такой. И мне он настолько понравился, он настолько вот оказался человечным. Сколько поколений нужно человечеству пережить без войны, без убийств, чтобы стать такими наивными хотя бы, как шведы? Ну, я думаю, что нужно лет сто минимум. Лет сто. Вот они уже сто лет такие. Потому что у них ещё было где-то в 20 веке, ещё были какие-то рецидивы. Но они сейчас, сейчас я уже не могу сказать, что эксперимент чистый, они приняли очень много гостей. Очень. И разница в том, что Швеция секуляризированная страна, она совсем неверующая. В Швеции говорить в присутствии друзей, людей о Боге, это дурной тон. Просто если вы начнёте говорить про Бога, я помню, когда-то я преподавал в Драматическом институте Стокгольма, у меня была такая тема, значит, Моцарт и Христос. Почему? Потому что Моцарт сказал, ну, Христос сказал, не будете как дети, не попадёте в Царство Небесное. Я показываю, что Моцарт удовлетворяет этим Христовым требованиям, что он более ещё религиозный, чем Бах, потому что он как дети говорит о Боге. И так далее. И вот у меня знаменитая писательница, профессор Драматического института, этого же, где я преподаю, которая меня и рекомендовала туда. Она мне рассказывает после выступления, где я рассказывал о Моцарте и Христе. Она говорит, маэстро, вы в Швеции ещё больше диссидент, чем были в Советском Союзе. Я говорю, это почему, дорогая Агнета? Она говорит, ко мне подсаживается за сценическим производством, сидит некоторое время, слушает, а потом поворачивается ко мне и говорит, Агнета, он говорит о Боге, он что, священник? Агнета говорит, я ему попытался сказать, что вот в том-то и прелесть его, что он, не будучи священником, говорит о Боге, послушайте как. Вот. И тот послушал немножко, говорит, а, ну, впрочем, да, да, я сразу не вслушался, поэтому задал такой вопрос. Но она говорит, понимаете, что этот вопрос в шведском обществе будет возникать часто, если вы будете упоминать Бога без наличия диплома о том, что у меня высшее образование в области богословия. Теология. Потому что разговаривать о Боге – это последнее дело. Понимаете, это просто залепуха какая-то. Вот нельзя, вот понимаете, нельзя. Есть некоторые вещи табу. Сколько ты зарабатываешь, как ты спишь с женой, в какого Бога веруешь, или веруешь ли в Бога – это нельзя. Только близкому другу, очень близкому другу. Михаил Семенович, вы человек, который, в общем-то, несмотря на свой возраст физический, оставаясь юным в душе, используя современные технологии, в общем-то, рассеиваете тьму. Это у вас получается. Я где-то слышал, что вам не очень нравится, когда вас называют просветителем, что вы там якобы фонариком там что-то кого-то просвещаете, но и тем не менее есть ютуб-канал Михаил Козинник, о котором очень много замечательных видео. Расскажите о том, как появилась идея этого ютуб-канала, как вы его раскручиваете или не раскручиваете, что вообще происходит? Вот как раз идея очень интересная, потому что у нас был ютуб-канал много лет, но мы им не занимались. Вот такой был ютуб-канал, и там было тысяч 20-25 всего, да? Подписчиков. Когда началась пандемия, мы начали с того, что первые месяцы каждый день сделали прямой эфир. И стали прибавляться подписчики. А потом вот всю пандемию два года. За это время мы сделали массу передач. Цель была перевести немножко человеческий дух в область культуры, искусства, немножко расслабить, обрадовать, улыбнуть. И у нас там очень много всевозможных невероятных ситуаций, взглядов, необычных взглядов. И многие через наш канал образовываются, открывают для себя музыку. И очень интересно иногда, они даже не подозревают, сколько интересных тайн скрывается в этом. И я приглашаю всех, кто желает, пожалуйста, подписывайтесь на канал Михаил Казиник, ютуб-канал, там лежит очень много. Но в основе еще лежат фильмы, которые сделал когда-то великий Шатхан, великий режиссер. А больше всего делала его жена, Наталья Кукашева-Шатхан. И мы практически два года снимали фильмы. И эти фильмы, из них, значит, 56 прошло на ТВ-центр. Правда, ночью, когда никто не должен смотреть, когда рабочий класс должен спать. Причем в ночь с воскресенья на понедельник, самое страшное время. И они так и шли. И когда народ стал жаловаться, что на вашем канале есть единственная отдушина, это фильмы Михаила Казиника, вы сделали подвиг. Но раз вы сказали, а, скажите, б, дайте нормальный прайм-тайм. И они сделали вместо часа ночи в три. То есть тут уже совершенно четко все. Я как-то был в Москве в этот момент, да, и решил дождаться своего собственного фильма. Я думал, что я умру уже. Потому что это такое время, в которое даже я должен спать уже. Все, понимаете. А потом они стали этот фильм 28 минут перерывать страшной рекламой. Причем в самых страшных местах. Я вдруг говорю, вот теперь послушайте, я вас настроил на эту мелодию. Послушайте, я вдруг, бам, покупайте прокладки, прокладки, которые действовали. И попса такая же, махровая, да. Все развеяли, все. Опять я откуда возникаю из ничего. И начинает звучать другая мелодия, которую я так настраивал долго на нее. И вот так они делали. А человек уже был расстроен. Да, конечно, конечно. Вот потом целый ряд людей, моих поклонников, они вытащили эти все фильмы, убрали всю эту рекламу. И в результате появились вот эти вот фильмы, которые тоже там лежат. А там, знаете, сколько тайн, сколько открытий. Но поскольку все-таки процент людей, для которых это очень важно, не так велик, как мне хотелось бы, то, естественно, но я считаю, я горжусь тем, что у нас уже приближается к 400 тысячам количество подписчиков. И это для такого канала, без всякого намека на попсу, на примитив, на какие-то, да, это все-таки неплохо. Мы чего-то добились. Это хорошо и это здорово. И я надеюсь, что вы тоже подпишетесь на канал Михаила Казинника, потому что, собственно говоря, действительно там есть что посмотреть, есть о чем подумать. Ну и, наверное, самое важное, что теперь это можно делать в любое удобное для вас время. Не нужно обязательно ждать трех часов утра в понедельник. А это делать удобное для вас время. Да, это правда. Можно бесконечно говорить с Михаилом Семеновичем. Я просто хочу сказать, что вчера на лекции потрясающий эпизод. Ну, нужно сказать, что Михаил Семенович был не один. Был его сын, который играл на скрипке во время лекции. Была... Нарине чудесная. Нарине чудесная. Вот я об этом как раз хочу сказать, что Нарине, она играла на рояле, и в какой-то момент на сцене появился Погос Аветисович. Очень известный детский хирург. Гениальный, насколько я понимаю. Сезон, да, абсолютно. Вот, большие пламенные приветы и огромное спасибо от всех родителей, чьих детей оперировал Погос Аветисович. Вот, и он сыграл на скрипке. И он сыграл на скрипке. И мне показалось, что это тоже такой урок от учителя Казинника о том, что талантливый человек талантлив во всем, о том, что талант не имеет границ. И вот, что это такое было? Какой вы молодец. Как вы точно сказали. Потому что, когда Погос нервничал, как это я выйду на такой огромный зал. Я никогда не учился по-настоящему ничего. Я самодеятельность, я любитель. Я говорю, Погос, сейчас ты выполняешь совершенно колоссальную роль. Мы же друзья. Вот тогда, когда я приехал, мы подружились. Я на Рене услышал, да, я говорю, Погос, намного важнее ты сейчас делаешь, чем я, даже когда я сыграю на скрипке. Я играю на скрипке, я учился в консерватории, я много посвятил, я много занимался. И мой сын тоже окончил Королевскую академию и все. Когда ты хирург, великий хирург, выходишь и играешь на скрипке, ты этим сам поешь гимн своему народу. Потому что чем больше в народе хирургов, играющих на скрипках, тем больше воспитательная роль искусства проступает ярко. Сколько бы я ни говорил, мне можно верить, можно не верить. Я могу как кулик свое болото хвалить. Я окончил консерваторию, я хочу, чтобы меня слушали. Что я не зря учился с детства, и футбол не играл, и волейбол не играл, и не бегал, собак не гонял по дворам, а занимался. Да, у меня был велосипед, Орленок, и мне родители сказали, за каждый час занятий 15 минут катания. Значит, чтобы покататься час, я должен 4 часа заниматься на скрипке. И тетя Ида, моя тетя, сестра бабушки умершей, когда я был маленький, она следила по часам. И сказала, что Мишенька сегодня, он не доиграл полчаса, а катался час. Ничего не поделаешь. Так вот, знаете, а когда погос, замечательный погос, вообще эта пара сказочная, вот на Рене тоже, она светится вся. Она такая хрупкая, такая нежная, такое чудо. Вот эта пара, я бы их поставил, вот как памятник армянскому народу, в его самых высоких проявлениях. Понимаете, потому что эти люди есть, вот они. Я бы вот таких людей, понимаете, называл бы героями Армении. Понимаете, я бы создавал для них условия. Я бы этим людям помогал. Понимаете, они и сами помогают себе и людям другим. Но я бы от имени государства бы, такими людьми нельзя разбрасываться. Видите, это большие люди. А рядом с вами Камитас, гениальный памятник. Может быть, самый великий памятник, когда я поставлю на композитору. Это такая благодарность Камитасу, вот этот памятник. Грандиозный. Понимаете? И рядом все они, и Саят Нова, сказочный, чудесный. У вас же совершенно гениальное в Армении чутье памятников, чутье. У вас гениальные памятники. Вот те, которые стоят всюду. Я не увидел ни одного ерундового, ни одного непонимающего. Это просто потрясение, понимаете? А даже если взять вот это здание, в котором мы выступали, и опера, и это. Сначала так отраберет. Как? Обычно опера, все эти фентифлюшки барочные, все. И вдруг видишь такое строгое, почти на грани, чуть не маслозавод какой-нибудь. И вдруг понимаешь, это же античная реминесценция античности, где нужно не столько украшений, как и в церкви. Не столько украшений, сколько внутренний смысл. Вот когда заходишь, ты уже видишь, что ты зашел в храм. А снаружи не надо. Это просто гигантское такое сооружение, относящее нас к античному миру. Контичные культики. Гений, Таманян гений. Да, да, абсолютный гений. Он осмелился внутри Еревана построить не роскошный барочный зал, а именно вот такой, как бы, храм. Вот такой же храм, как храмы ваши. То есть он повторил только в увеличенном виде храм искусства. Вот я уверен, что у него были перед глазами вот эти все великие храмы Армении, то, что я видел. Это правда. Он построил храм. Спасибо. Очень важно строить храмы, продолжать их строить. И самые важные и самые главные храмы мы строим вот здесь и вот здесь. Об этом не стоит забывать. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Теперь вы все, кто к вам приходит, можете проверять на знание музыки. Ну, как кто здесь знает, что я написал? Я люблю вас. Конечно, я люблю вас. Я люблю вас. Я обнимаю вас музыкой, ваш Михаил Казинь. Я люблю вас. Я люблю вас. Я люблю вас. Я люблю вас. Продолжение следует...